Муром-центр притяжения для светил науки «Зворыкинские чтения» в 10-й раз собрали в Муромском институте Владимирского госуниверситета более 200 ученых со всей России и стран СНГ. По традиции, межвузовскую конференцию приурочили ко Дню российской науки. С подробностями Анастасия Белова. Актуальные доклады, научные разработки и исследования в различных областях. Муромский институт ежегодно встречает в своих стенах участников «Зворыкинских чтений». Приоритетная задача мероприятия – подчеркнуть значимость академической науки и привлечь в нее как можно больше молодежи. В текущем году мы завоевали с вами много очень научных грантов, заключали хоздоговорные работы, участвовали в всевозможных совещаниях, конкурсах и конференциях. И что более всего нас радует, что работает не только наш коллектив, и самое главное, ради чего мы работаем и занимаемся наукой, чтобы приобщать к большой науке, конечно, наших студентов. Уже в пятый раз за трибуной пленарного заседания Межвузовской конференции Дмитрий Сорокин. Научный руководитель финансового университета при правительстве России и член-корреспондент РАН выступает с докладом о концепции долгосрочного развития страны. Сам Дмитрий Евгеньевич признается, что приезжать в Муром для него – настоящее удовольствие. Здесь очень благодарна аудитория, в которой я встречаюсь, встречаюсь с своими коллегами, и я вижу, что это люди, которые разделяют ту идеологию, которую я исповедую. Идеологию не в политическом смысле, а в таком научном смысле, в том плане, что высшее образование должно готовить прежде всего людей мыслящих, думающих. Участников чтений поприветствовал председатель Совета народных депутатов Мурома Константин Федурин. Он отметил, что впечатляющие показатели развития округа – результат совместной работы и его жителей, в частности, выпускников МИВЛГУ, работающих на городских предприятиях. Не могу не сказать о тех достижениях в 2017 году, прошедшем году. Мы впервые два рекорда по сдаче жилья 39 тысяч квадратных метров, дорог новых сделали по новой технологии под 140 тысяч квадратных метров. Программа Зворыкинских чтений продолжилась в 18 секциях. Здесь участники конференции представили свои работы на самые разные темы – от духовно-нравственных проблем общества до экономики и управления. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.